В России курс рубля резко вырос по отношению к доллару, а наша экономика сильно связана с соседями. Поэтому экономисты стали изучать, не повлияет ли это на казахстанскую экономику. Пока непонятно, насколько тенге будет сейчас реагировать на движение российского рубля. Но все фундаментальные факты указывают на то, что курс должен постепенно слабеть, полагают экономисты. Российская валюта, несмотря на то, что экономика России оказалась под сокрушительными санкциями, окрепла и доходила почти до 50 рублей за доллар. Это было связано с тем, что экономика стала более конкурентоспособной. А дело в том, что из-за санкций страна практически осталась без импорта, по которому было существенное падение. Когда падает импорт, то из страны не уходит валюта, но она продолжает поступать в страну за счет экспорта, уверены экономисты. Если скапливается инвалюта, то спрос на нее существенно снижается. А у нас в Казахстане тенге демонстрируют независимость, тогда как ранее тенге зависел от рубля из-за огромной доли торговли с Россией. Местные чиновники также полагают, что обвал рубля пока не угрожает экономике Казахстана. И даже перетока товаров не произойдет. Россия самой сейчас нужны товары, они сейчас импортируют. Больше года в Казахстане курс тенге выше, чем рубль. Наоборот, для наших товаропроизводителей был шанс завоевать рынки. Курс доллара в России превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года. Вопрос влияния российского рубля был всегда существенным, так как Россия является традиционным и крупным экономическим торговым партнером Казахстана. Является экономическим магнитом для нас. У нас есть определенная зависимость, как по экспорту, так и по импорту, уверены экономисты. Считалось, что движение российского рубля существенно определяет движение и нашего тенге. Однако после начала войны в Украине ситуация изменилась. Хотя Национальный банк Казахстана квази-госкомпании не проводит прямых валютных интервенций, не заходит на биржу официально, чтобы продавать инвалюту и поддерживать нацвалюту, они делают это косвенно, через плановые продажи инвалюты, полагают финансисты. Российский Центробанк резко повысил ключевую ставку после обвала рубля. Банк России на внеочередном заседании увеличил ключевую ставку с 8 сразу до 12%. Боржан Шехмет Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.